Жигулиха, Илья Пророк и Стрелец. Эти сказочные персонажи ожили в различных художественных формах и вызвали большой интерес у посетителей выставки «Было-не было». В числе ярких работ – современная графичная интерпретация кабачной кикиморы, созданная самарским художником Савелием Малаховым. Для создания этого образа он использовал маркеры, что придало сказочному персонажу некую мрачность и живость. Сюжет в том, что он начинает вести дела в кабаке, в котором все разоряются из-за нечистой силы. Но я решил немного актуализировать его. В современных барах, в кабаках современности, там же все туалеты обычно затеганы, расписаны. Я представил, что он взял ведро с водой, зашел в туалет, и там стоит со свечкой и общается с этим духом. Вот это, собственно, я изобразил. Кроме иллюстрированных портретов, главных персонажей «Быличик» на выставке представили волшебные предметы быта, которые играют важную роль в сказках и легендах. Также в одном из залов можно ознакомиться с адаптированными и оригинальными версиями сказочных текстов и проследить эволюцию сюжетов. Как отличить сказку от «Былички», например, здесь мы можем прочитать вот эти оригинальные тексты и понять то, что сказка – это совершенно не для детей. Не всегда это для детей. Сказки могут быть очень страшными, очень психоделичными и очень странными. И в этом вы можете убедиться. Фотографии самарской легенды сопровождаются видами Жигулевских гор и портретами исторических персонажей, упомянутых в сборнике сказки и передания Самарского края, которые опубликовал ворский писатель Дмитрий Садовников. Каждый посетитель выставки также смог принять участие в интерактивных играх. Достаточно необычно в таком виде, в таком изображении, плюс еще с звуковым оформлением в том зале, где, проходя мимо, человечек смеется. И экспонаты выставки достаточно интересные. Достаточно интересно и хочется еще привезти детей и посмотреть на их реакцию на это. Выставку могут посетить все желающие до 8 ноября. Августина Охременко, Григорий Плешаков, События.